Ну, практически Джандир, он тоже выпускается в Германии. И Германия, ну вообще для меня, как бы, не знаю, там, как для инженера, ну молодцы немцы, как бы мы там не ругали Европу, но техника у них достойная. Вот комбайны у нас 10 классов, я вот уезд... 10 уже? Да, 10 классов, да. Ну, есть один Джандир, там... Дело в том, что класс мы можем только после сезона привели в такое чистое, сохранное состояние, и на этом все. Протерли тряпочкой. Да, протерли тряпочкой, как бы на камеру, да, сказать. Все, больше мы ничего не делаем. Это экономия, вот подбирается все, и техника, и вот культиваторы, и техника, все, чтобы у нас, это не Европа, у нас все равно нужна хорошая урожайность, хорошая техника, экономная. Тогда предприятие будет существовать. Мы не можем себе позволить купить технику, которая будет постоянно ломаться, постоянно ты будешь влаживать в них деньги и все остальное. Поэтому, я считаю, на сегодняшний день точно так же. Вот классы, у нас только инженер, как бы, звеневой, да, этой группы, он сидит просто и наблюдает за уборкой. Проходит это все быстро, качественно, красиво. Увозим урожай, убрали. И нам хорошо, и всем хорошо. Поэтому надо вовремя, я до сих пор считаю, что любое хозяйство должно убирать пшеницу, это 10 дней. 10 дней, после 10 дней начинается все равно осыпаться пшеница, какие бы сорта не были и так далее и тому подобное. Поэтому... Николай Николаевич, ну, вы приобретали вот дополнительно в этом году технику класс, в частности, комбайны, уже в лизинг, да, брали? В лизинг мы взяли два комбайна класса. Опять же, вот по классу не было лизинга. Ага, да. Никогда. В этом году лизинг появился, и к нашей радости мы сразу же взяли два комбайна. Можно много говорить о помощи сельскому хозяйству, но для меня лично, вот я не буду за других говорить, вот это и есть помощь. Не надо было говорить, еще 10 лет назад надо было в лизинг продавать класс, джандиры, все трактора класса и все остальное. Почему? Ну, они же работают в России, они работают на Россию, они возделают нашу почву, делают культурнее, делают, получаем большие урожаи для нашей Родины, и, как говорится, а то многие говорят, патриотизм. Патриотизм там, где хороший урожай, и там, что отдается для Родины. Вот это патриотизм, невзирая на чем ты. Сами говорят, патриоты, а сами ездят на Мерседесах. Ну да. Да, и на Тойотах, и все остальное. Тогда любому можно сказать, а какой же ты патриот? Давай на Москвич или на Жигули. Поэтому патриот тот, кто старается и живет здесь, работает здесь и производит вот эту нашу продукцию и кормит нашу страну. Вот это патриот. Да. Находясь на полях Николая Николаевича, хочется выразить неподдельное восхищение уровнем и культурой труда и обработки земли. Да, техника очень немаловажная часть этой работы. Но в первую очередь это работа руководителя, это работа его коллектива, инженерной, агрономической службы. И если скромная доля в этом успехе есть еще и нас, поставщиков хорошей техники, нам, конечно, это очень приятно. Что касается поддержки государства, хотелось бы тоже небольшую информацию и интересную довести. В этом году через Росагролизинг была принята программа под названием «Антикризисная», которая позволила без первоначального взноса, ноль, с отсрочкой уплаты процентов и платежей на год, получить некоторый объем техники. На это предложение откликнулись многие, оно многим понравилось, в том числе и Николай Николаевич. Может быть, он и не планировал в этом году. Вот в графике у него это не стояло. Но как же можно отказаться от таких вещей? Потому что на самом деле это придает толчок. Потому что если планово все время, исходя из собственных, всегда ограниченных ресурсов, планировать перевооружение, это, конечно, оттягивает и результат. Если эта программа будет и в дальнейшем сохранена, надеюсь, приумножена, потому что техника, которую продает концерн «Класс» в России, она продается в рублевом эквиваленте, на нее не влияют курсовые разницы. Если государство посчитает возможным для себя, а есть такое, так сказать, неуверенность, но такое предположение, то и в дальнейшем эта линейка будет расширена и в направлении поставки тракторной техники и почвообработки. Спасибо за добрые слова о технике «Класс». Спасибо вам. Мы вами восхищаемся. Но, знаете, учили взрослых и старших не поправлять, не влазить, не умничать. Поэтому последние две минуты спасибо вам. Точно так же, да, по фирме «Бауэр» действительно немаловажно, правильно все было сказано, но немаловажно для нас, именно колхозников, я так и скажу, даже фермеров наших, это быстрое реагирование на какую-то проблему. И мне поражает то, что когда везли нам новый комбайн как-то год назад, и там где-то лестницу немножко прыгнули, и директор дал указания, быстро поменяли лестницу, привезли новую, поставили. Я думаю, вот это да, вот это сервис и все остальное. Вот что нам и нужно. Не когда комбайн стоит два дня, три дня, а солнце светит и уборка идет. А в любой момент точно так же позвонил, приехали, сделали, спасибо огромное, заплатили и поехали. И вот я хочу сказать тем, кто остерегается, наши фермеры, там, да вот, они же с нас будут деньги брать за сервис, там все, поверьте, обходится в три раза дешевле платить за сервис, чем ты будешь сам бегать, искать эту запчасть, потом ты нашел какую-то неоригинальную, кто-то тебе что-то не так, и уходит на вот эту беготню. Вот, ну, два директора знают, что это уходит больше денег, вот точно. Поэтому огромное спасибо и вот и Бауру, и АСТ, то, что есть у нас все-таки в России, которые реагируют быстро. И чувствуется, что фирмы хотят дальше работать, в будущее. Мне не нравятся те, которые вот это, однодневки, вот, приезжают раз, 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 потом говорят, а мы уже закрылись. Ну, зачем вы открывались тогда вот? Мы только настраиваемся все, потому что перестраиваться тоже тяжело. Поэтому, дай бог. В преддверии уборочной успехов вам, хороших урожаев. И цен, каких не было никогда, таких высоких. Все. Спасибо.